12 мая 2017 года. Час дня. Горит дом номер 70 на улице Лопатина. С огнём боролись два с половиной часа. На пожаре спасли четыре человека, ещё 15 эвакуировали. Причиной возгорания стал непотушенный окурок. На тот момент муниципальный дом уже был признан аварийным. Особого статуса жильцы добивались два года. В конце 2017-го здание снесли. Три года без сна. На место, где произошла трагедия, Алевтина Васильевна старается не приходить. Накатывают воспоминания и глубокая обида. И на этом вот месте трущобы какие стоят, их не сносят. А наш дом махом убрали. Женщине 82 года. В сгоревшем доме она прожила полвека. Квартира была в собственности. Сейчас пенсионерка ютится у родственников. Другого варианта у неё нет. Инсульт. С инсультом лежала в больнице. Потом опять на скорую везли сердцем. Вот. Я уж не знаю. Ходили к Морозову. Неоднократно ходили к Морозову. Деньга нет. Елена Белова в снесённом доме жила в муниципальной квартире. Сначала чиновники предложили ей комнату в общежитии на улице Владимирской. И старший говорит, здесь повесилось, здесь кто-то умер. Предложили на пятом этаже, там тоже видно, кто-то умер. Я, конечно, нет, не согласилась. Елена переехала в другое общежитие на Советское 2А. Говорит, жить здесь просто страшно. Вот такие у нас двери здесь. Внутри, как после бомбёжки, с трудом верится, что в таких условиях могут жить люди. А так выглядит кухня. К сожалению, камера не передаёт запахов. Вот потолок. Это вот в 11-м, что ли, в каком-то году был пожар, и после ничего не хотят делать. Елене ехать некуда. Денег на съёмное жильё у неё нет. Женщина буквально выживает в нечеловеческих условиях. Я никогда не представляла, что я в общежитии буду жить. Потому что общий туалет для меня это вообще проблема. В первое время вообще даже в туалет не могла, можно так сказать, сходить. Кроме Елены без крыши над головой ещё 10 семей. Они собственники. Среди них Татьяна Марова. Она рассказывает, что местные власти обещали построить для погорельцев новый дом. Даже участок подготовили. Вот он. Это центр города. Потом предлагали компенсацию. Около 700 тысяч рублей. Купить на эти деньги квартиру в Коврове нельзя, говорит женщина. Надежды никакой нет, что нас переселят, что получим новые квартиры. И мы очень просим, чтобы нас услышали, сколько можно терпеть и сколько можно действительно бомжевать. В мэрии нам сказали, что стройку отложили из-за новых правил в программе нацпроекта по переселению граждан из аварийного фонда. Если раньше средства на возведение таких домов выделялись сразу, теперь сам застройщик должен вложить половину суммы от контракта. Деньги строителям вернут сразу после сдачи объекта под ключ. Департамент нам говорит, ребята, берите на дом-то, на новый. Деньги 50% вам даем, а 50% потом. Ну подождите, мы к своим застройщикам пойдете. Официальные отказы получили. Взять деньги национального проекта, выставить на конкурс и не построить нельзя. Поэтому на сегодняшний день строить в городе Коврове дом по вот этим новым условиям никто не готов. Сейчас в Ковровской мэрии ищут застройщиков, которые все-таки согласятся работать на таких условиях. Но более реальный вариант – выплата компенсации собственникам квартир. В администрации пояснили, их размер будет увеличен. А вот хозяйку муниципальной квартиры Елену Белову в новое жилье переселят уже до конца этого года. Наталья Забнина и Андрей Беляков, Губерния, 33.